всем привет дорогие друзья с вами ipfox сегодня с вами продолжаем играть в мод для бесконечных лет по названию будни по-пионерски это у нас 2 серии давайте собственно говоря продолжать также не забывайте подписываться на канал ставить колокольчик подписываться также на мой бусти ссылка у вас сейчас на экране также всем приятного аппетита кто кушает всем прячущего просмотр и мы с вами начинаем я дошел до домика без последствий что не могло не радовать на ведь не хило такой шанс ведь вожата выбежала из тора улова и раньше меня мог и наткнуться на нее но я парень бдительный шел только тем путем на котором меньше всего шанс ее встретить наверняка оля сейчас на площади терроризирует очередную малышню различной бытовухой по лагерю а те и рады помощники блин вообще она странная вроде как один отряд держит частенько еще и друг с другими возиться а иногда вообще с виолой и другими вожатыми чи и гоня хотя никогда не видел чтобы она активно с кем-то дружила кроме нашей медсестры да и плевать лишь бы на глаза не попадаться попадаться как можно меньше таким образом я могу хоть весь день прошататься и делать что захочу ну а если уж угораздить затолкнуться то ей то ей обязательно что туда понадобится от меня события утреннего сна в голове уже покрыты плотным слоем тумана вряд ли что можно теперь вспомнить разве что алиса там была и конфеты я прилег на кровать и стал задумчиво пялиться в потолок захотелось туда плюнуть со скуки но в последний момент передумал что-то вообще лень взяла надо мной вверх не хотелось абсолютно ничего бывает у меня такое временами иногда мотивация аж прет но в данный момент и чувствовал себя безвольной амебой а ведь почти каждая смены проходят по-разному хоть и начинается каждый раз все сначала события частенько принимают разные обороты я уже привык этой жизни не нужны мне никакие ответы я не хочу никуда возвращаться даже не попросту некуда там не было никакой жизни жил бы здесь пока сама ты неведомая сила не решила бы мне не решила бы мне вмешаться друзья здесь нашел быстро вот попытки в отношениях не задались еще самого начала что-то где-то я всегда упускал и не продвигался никуда дальше каких-то неловких свиданий и дружбы девчонки здесь были очень хорошие на кого любого опыта отношений раньше я не имел и либо они так часто меняли свой характер и предпочтение либо я где-то сворачивал не туда скором времени и вовсе плюнул на все эти затеи пока что некая передышка дальше видно бы он здесь и так есть чем заняться столько всего села в памяти чего только не творили мы за прошлой смены помню он с алисой шикарно время проводили всегда какое-то нарушение правил что-то нетипичное ломающие режим совершали веселились вдоволь даже когда-то устроили что-то типа теракта для генды знатно тогда громыхнула лагеря накрыла едким дымом и почему-то я отправился в новую смену походу вся проблема фитиль не было в фитиле и спичка много всяких приколов было за плечами суленка я тоже немало хлопота и грибал ну и плюсов было много всегда способна придумать какой-нибудь бред с которым можно вдоволь поражать да и частенько срубить какую-то выгоду в плане тех же конфет бывало даже что гулял с яны и находил с ним общий язык а иногда и пропадал попадал под влияние слави да помогала и во всем а еще как-то даже собирал их всех вместе пару раз помогал народу сдружиться но получалось это спонтанно и довольно редко был один такой забавный случай на памяти но тогда зонатно нам всем влетела от вожатый в общем прошли мы здесь через многое жаль что пацаны и девочки этого не помнят да я и сам уже столько всего позабыл так что стараюсь жить лишь одной сменой и при ней не принимать во внимание прошлое ведь каждый раз все с чистого листа поначалу это очень сильно расстраивало но я научился этим жить и живется вполне себе неплохо эдакая замкнутая петля во времени пришлась мне по душе события слишком часто меняются порой я вообще забываю на все и провожу смену один так сказать отдыхаем но без ребят все-таки не могу черт привык я к ним правда характер и поведение к частям частенько меняются у всех особенно у алисы никак нормально не получится с ней поладить с первых же дней а ведь раньше мы становились прямо сплоченной грозой лагеря уже самого начала недели смены теперь стали длиннее событий еще может больше может быть но на этой неделе все как-то совсем слабо развиваться видимо типичная неделя ни о чем народ особо не блещет инициативой да и я тоже разве что вначале было чем заняться пока еще знакомился со всеми а потом затишье но если что я за любую движуху это само собой а то совсем со скуки можно пропасть и начать загоняться как раньше ладно долго уже тут лежу схожу что ли ксане с серегой может что и надумаем на сегодня я вышел из домика не спеша поплелся кружка жизнь лагеря постепенно набирала свои обороты если с утра лишь изредка внедрялись заспанные серые лица пионеров то теперь народ был вполне проспавшийся и довольны в основном все были заняты какими-то делами ребятня выполнял какие-то поручения старших виднелось много различных компашек кто-то шел на пляж с утреца пока не слишком пекло солнце кто-то просто сидел на лавке что-то бурно обсуждал с друзьями и подругами более ответственные пионеры помогали мести площадь во главе со славей в общем типичной будни не хотелось попадаться на глаза славе или ольги не дай бог поэтому я решил сделать небольшой круг между домиков дабы обойти 100 люди кишащие работягами квадраты знакомых лиц было мало в основном лишь обычные пионеры с которыми я практически не общаюсь но я примерно знал кто где из своих находится в такого время все равно еще рановато на часах однако в толпе пионеров направляющихся на поздний завтрак я разглядел хорошо знакомых мне знакомый мне дует ульянка заметила меня помахал рукой алисе вообще было до фонаря на все вокруг видимо сама еще не проспалась я я решил не менять свой курс кружками незамедлительно двинул погрузившись раздумья за всякую лагерную бытовуху я не заметил как на автомате добрал до кружков не церемонии со стуком я вошел прямо как себе домой тогда уже так уж у нас было заведено я лицезрел вполне типичную обстановку стол был завален каким-то барахлом за ним сидел саня пытаясь одновременно поесть и прочитать и что-то починить иногда его ключ шуриком почему да как-то в школе прозвали он уже и забыл причину приелась и приелась плевать не обидно ведь это главное вот у серёги и все проще туда объяснять не надо сам же электроник как обычно ничем не занимался лениво сидел на стуле и кидал самодовольные а самодельные дротики в самодельную мишень эдакий дартс завидев меня он оживился здорово парни но что как утречка выдалась о здорово да никак делать совсем нечего проснулись рано сон уже не шел посидели тут немного потом я смотался за завтраком а так пока ничего особенного с добрым семён л задолбал помоги хоть с утра и так почти ничего не делом а если проект консусмены не будет готов кружок-то прикроет на расслабься ты делов то какой нить соберем и сделаем а даже если не успеем то и хрен бы с ним все равно этим заданием никто не будет пользоваться и следующий год чего-нибудь новое придумаем мы обменялись крепкими рукопожатиями саня тоже не то чтобы трудяга но относился к делам более ответственно нежели л так сказать гулянки гулянками а чуток сделать хоть что-то он был обязан я скинул кокко барахло со стула и присел ну блин я же только разложил детали зачем нужно было сбрасывать есть же свободный стул неодобрительно за запричитал сами но извини не подумал туплю я с утра сегодня как кстати вчера все прошло ах да ничего так неплохо посидели жаль что после своей выигранной партии ушел чем хоть рюльга запрягла на вечер поинтересовал сел так как обычно снова фигня ката вы же знаете частенько и не хватает помощников а усамина примете всегда лишь один почти всегда понятно все таки надо тебе как-нибудь взбухнуть и сказать мол так и так нихрена делать не буду а то как сядет на шею так и не слезет во время шугаться и и по лагерю тоже не делал все время шугаться и по лагерю тоже не делом значительно пояснил сани посмотреть было сложно с этим утверждением да и нужно как-то поправлять про проявлять с ней твердость характера может быть завтра ладно посмотрим ну а так в принципе ничего ты не пропустил такого мы вчера не долго до надолго не засиживались последнюю бутылку пива распили и все культурный отдых подобного рода был уже не в новинку как давно я вообще сдружился с кибернетиками да точно и не припомню первые смены разумеется я их почти не замечал уж на фоне остальных персон то но как пришла эта акклиматизация как освоился и понял что тут к чему стал общаться с ними там обычные пацаны простые дружелюбные адекватные не без странности конечно но кто их не имеет как говорится если не имеешь странности то ты странный руки складу из кладовки донесся довольно знакомый голос саня это что была последняя бутылка минералки больше не осталось да закончилось уже с утра ты последнюю лакал и ну в ответ сани опа и он здесь пиво распивали говоришь ну разумеется ничего крепче сам знаешь что у нас уже все закончил он кстати все таки приложил свои руки к той ручке говорит что чуть не попался ночью когда кто-то проходил поблизости на благо инструменты наши не потерял вот мы ржали с утра такая толпа там собралась столько шума ты бы видел образцовый пионер ничего не скажешь славис утреца как раз поделилась со мной столь интересными новостями насмеялся вдоволь тотчас из кладовки появился макс наш новый товарищ познакомились на той неделе он из соседского отряда как-то пересекались пару раз решили продолжить тусоваться вместе странно что его раньше нигде не замечал да и вообще странности в нем хватало например нормально тема на вид обычный парень наш ровесник плотного телосложения высокий кореглазый с лег с челкой частенько закрывающий глаза а еще многие говорят что мы с ним похоже внешне хотя мне так не кажется поначалу он доверия особо не вызывал слишком подозрительным казалось по крайней мере для меня слишком хорошо знает обитателей лагеря и весь лагерь в целом но я раньше его тут не видел поначалу раздражала его фирменная ухмылка да и других заморочек хватало всего и не перечислишь но тем не менее доверен заслужил поддерживал любую инициативку честь инициативку поддерживал любую инициативу частенько разрежал обстановку да и в целом довольно позитивный парень как-то он лился к нам чем-то по духу мы все таки близки он много мыслей разделял можно было на множество тем поговорить в общем с его появлением а жизнь лагеря все-таки подверглась новым изменениям подробно изучить его не получилось но мне уже было жаль что прошлых сменах я с ним не был знаком все-таки есть в этом лагере интересные персонажи помимо старых добрых знакомых о и ты здесь добрым здорово макс мы обменялись крепкими рукопожатиями в другой руке у него была пустая пластиковая бутылка которую он ловко зашвырнул мусорку за довольно дальней дистанции попал после чего плюхнулся на свободный стул это ты такой мутный не здоровится что ли я все в порядке со мной разве что мало поспал я вообще мало сплю от того и синяки такие под глазами добавил он и растекся в свои фирменные улыбки насчет двери ты конечно молодец ювелирный не к сработал должок погашен я еще женька из библиотеки которая с утра сцепился оказывается она еще с ночи страдает от этой темы так что вдвойне хорошая работа л слегка изменился в лице со слов про женю вроде даже хотел что-то сказать но все-таки промолчал и сделал вид будь то бы пропустил мои слова мимо ушей ну я рад только теперь в карты не охота надоело вообще парни какие планы на сегодня завтра как обычно свободен вожат у нас не то что ольга семыч ну по крайней мере за всеми она точно не успевает уследить ну это тебе не в одном домике с вожатой жить тоже мне сравнил и а вообще я тоже не вижу конкретных планов на сегодня надо подумать имен макс планы конечно некоторые определенно имеются но давайте все-таки чуть позже пересечемся и так у нас утро не задалось хоть сейчас чуток на работу настроимся нужно пару дел закончить а то мы уже сутки к проекту не притрагивались но все равно еще полудня нет так что можете пока без нас проветриться добро и сань мы ведь начал возмущаться серёга но увидев на себе столь гневный взгляд товарища он не охота кинул и вздохом скал что пару-тройку часов они тут еще посидят а потом уже весь день будет свободен ладно давайте пересечемся тогда ближе к обеду скал макси направился к выходу давай сань хренач до скорого пожелав ему успеха в столь лаконичном напутствии я вышел из помещения грустным взглядом проводил нас очевидно было что он готов пуститься во все тяжкие с нами лишь бы не сидеть в кружке над каким-то нудным проектом анны ребят на этом я думаю эту серию закончить спасибо что посмотрели с вами был айпи фокси на вам понравилось подписан на канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик включать все уведомления чтобы не пропускать ролики стримы и так далее на этом я с вами прощаюсь до новых встреч ребят всем удачи и всем пока